Сегодня он в очень хорошем состоянии. И он даже вам поговорит. Свою новую маму Кирюша еще не видел. Семья живет в другом регионе, а перед отъездом неожиданно заболел один из малышей. За Кириллом в Самару приехали папа и бабушка. Счастье свалилось на мальчика Лавиной. У него теперь будут не только родители, но и много братьев и сестер. У нас семья большая. Мы привыкли к народу, скажем, детям. У меня и мама семья была большая. Мы его год назад похоронили, и 102 года было. В жизни Сергея и Гули много знаковых случайностей. Своего ребенка супруги смогли родить только после того, как взяли троих приемных. Разница в датах рождения Кирюши и его сводного брата всего две недели. Это 8 число 8 месяца. Все приемные дети Сергея по отчеству Сергеевича. Ну а день, когда Кирилл отправился в новую семью, выпал на Благовещение 8 апреля. Без веры долго не живут, а с верой пройдем все. Поэтому я не знаю, как сложится дальше судьба. Я могу только предполагать, но мы будем стараться все сделать для того, чтобы у нас все получилось, чтобы он был здоров. Грусть от расставания, радость за Кирюшу, чувство всего персонала дома ребенка. Здесь отлично понимают, как непросто будет растить малыша с такими сложными диагнозами. Он умненький, хорошенький, общительный, но с ним и очень много требуется работы. Я имею в виду педагогическая работа, да? Внимание. Да, но в то же время они получат от него очень много тепла, очень много нежности. Раз, два, три. Опа! Красота! Ура! Едва ли не больше других мечтали о семье для Кирюши самарские волонтеры. Поэтому провожали мальчика сегодня, как не каждую вип-персону. Кроватка Кирилла пока опустела. Но в сиротских учреждениях региона остаются еще более 600 детей. Им тоже нужна благая весть. Инесса Панченко, Константин Головин. События. Продолжение следует...